всех приветствую на комплексном анализе рынков с виталием шевченко поехали как всегда начинаем со статистики экономический календарь здесь я бы отметил только три момента 1 14 30 заявление по монетарной политики европейского центрального банка 15 30 по москве но это константа первички здесь пока по прогнозу достаточно все позитивно ну и конечно же салют сегодняшнего дня это выступление главы фрес господина паула 1900 по московскому времени но если вернуться к более глага глобальному фундаментальному фону то вчера у нас была публикация протоколов фонг здесь хотелось бы отметить что фрес сша сохранил объем программы покупки активно уровне 120 миллиардов в месяц прогноз его членов по ставкам теперь подразумевает что они останутся около нуля как минимум до конца 2023 года также глава фрес джером паула объяснил журналистам решения фонг тем что экономики сша еще предстоит пройти долгий путь до полной занятости и устойчивой инфляции на уровне двух процентов но об этом он говорил не раз ну а также затронем непосредственно джанет елен но об этом поговорим когда уже будем разбирать непосредственно золотой актив переходим к технике начинаем как всегда с индекса доллара вчера мы с вами со стороны классики увидели на часовом тони фреймы что у нас индекс доллара двигается нисходящим клине в принципе все пошло по классике я ждал выхода вверх выход вверх действительно произошел но если опять же возвращаться классики если мы вышли через какую-либо границу мы должны вернуться протестировать ее и только потом идет поход вверх действительно сейчас так все происходит небольшое дополнение суда это непосредственно вот такой восходящий микро тренд для чего он нужен если брать более глобально непосредственно последует последний стимулирующий пакет байдена связанные с налогами это все пока негативно сказывается на индексе доллара поэтому не исключаю здесь отрисовки опять же стороны классики флага древка у нас есть и вот сейчас мы вырисовываем полотнище поэтому ключевым в данном случае это будет закрепление выше 92 60 когда мы пробьем обе линии сопротивления тогда уже можно будет говорить о том что настроение повернулись именно в пользу доллара так если брать тактику адвер зато здесь со стороны истории экстраполятор нам рисует все-таки поход вверх ну посмотрим как на нынешнем участке графика отрисуется у нас непосредственно живое представление трейдеров о том что должно происходить но напоминаю да что если будет отрисовка флага то следующая значимая область это район 91 90 до 91 90 95 достаточно сильная область вот здесь будет остановка поэтому изначально для себя я ставлю в приоритет это коррекция по индексу долларов сторону его укрепления дальше буду смотреть за тем что происходит непосредственно с линиями сопротивления пробиваем то соответственно здесь идет дальнейшая отрисовка моего плана это укрепление индекса доллара если мы не пробиваем тогда перехожу к альтернативному сценарию это соответственно уже отработках более глубоким уровнем падения переходим к валютки еврофункт японская иена со стороны евро говорила вчера что может быть у нас за сколько район один девятнадцать один девятнадцать десять действительно сходили тот кто воспользовался мог идеально войти соответственно на продажу что сейчас вырисовывается опять же оттолкнусь от своей статистики это у нас первая целевая зона первая коррекционная целевая зона и здесь на текущий момент вырисовывается паттерн ложный пробой максимум есть минимум есть опять же переписали максимум переписали минимум и смотрите уже 50 процентов сделали коррекции поэтому если брать непосредственно маржинальные зоны обеспечения то у нас здесь приоритет восходящий и сделка на продажу она агрессивная продажа со стоп лоссом выше максимума выше один девятнадцать пятнадцать покупки можно будет рассматривать из района нисходящей промежуточной зоны 118 25 118 35 но более глубокой 117 90 117 95 страны опционов картина по паре евро доллар выглядит по следующему так по неделям так пока находимся выше баланса дня и выше им соответственно оптимального уровня у нас здесь больше покупателей чем продавцов но с этой стороны мне больше понравилась четкая картина по непосредственно месячным опционом здесь если посмотреть то здесь как раз преобладание больше продавцов если по всем цифрам посмотрите куда не посмотри больше продавцов поэтому я думаю таким триггером для рынка все-таки будет джером пауэлл ну и нужно опять же понимать что если более глобально смотреть опять же мое личное мнение то я считаю что экономика сша будет на первом месте по сравнению с той же самой еврозоной так со стороны объемов ситуация у нас следующая здесь внизу у нас все ровно есть только большой объем в районе 11950 11950 это у нас восходящая золотая зона если мы не получим должной коррекции полная коррекция на целевой зоне то соответственно как раз будем ожидать ее на золотой об этом я говорю еще раз повторяя если на 1 целевой не получаем хорошие коррекции то ждите ее на 1 золотой так пара фунт доллар здесь вообще все замечательно пока готовился уже ушли агрессивно агрессивно на откате тогда на откате на более коротких таймфреймах m5-m15 со стоп лоссом выше 1.3785 по тейку все тейки полной коррекции мы достигли но учитывая то что сейчас происходит можем достигнуть 1.3620 1.3630 нисходящая дополнительная зона так напоминаю здесь приоритет у нас не сменился также восходящий как и по паре евро доллар со стороны опционов картина у нас выглядит по следующему так со стороны неделек хотелось бы отметить что мы находимся в верхней области опционного канала соответственно здесь идет давление больше продавцов так страны месячного если посмотреть со стороны месячного у нас непосредственно мы пока находимся наоборот в районе нижнего диапазона о чем это лично мне говорит о том что здесь как контр трендовая стратегия непосредственно опционная мы можем получить задержку опять же с срыв стопов это хорошее нисходящее движение тем более посмотрите что среди первой тройки евро фунт и иена фунт самый замечательный с точки зрения волатильности и прогнозируемости именно на этой неделе поэтому опять же я здесь показан нисходящее движение так ну и со стороны объемов картина практически точно так же как и вчера то есть все достаточно ровно по объему между продавцами и покупателями это подтверждает опять же тот факт того что если евро и иена будет двигаться более медленно и неуверенно то фунт будет двигаться активно и более определенно вверх либо вниз но пока вы знаете приоритет у меня вниз пара доллар сша японская иена вчера мы с вами ожидали в моем лице формирование также разворотного паттерна на нисходящей промежуточной зоне не дошли да то есть мы максимум не перебили четкого перебития не было поэтому паттерн не отрисовался и никакой серьезной покупки говорить нельзя было на текущий момент двигаемся вниз с этой стороны на последнее восходящее движение растянута растянуты уровне фиба и ближайшим наверно уровнем поддержки с которым можно попробовать покупку это 109 30 109 40 61 и 8 здесь дневная тр к и дополнительная маржинальная зона со стороны опционов картина у нас здесь выглядит по следующему со стороны неделек мы под балансом под макс пэйном это пока все давит на пару стороны открытого ничего интересного нету по неделям так а по месяцу если брать открытый также в районе 109 35 поэтому в принципе бьющая цель которая может остановить и при условии если будет разворот еще индекса доллара не дожидаясь никого развернуться вверх так по объемам у нас ситуация выглядит по следующему так опять же если посмотреть минут три дня внутри дня пока перевес достаточно большой на три тысячи хоть и быстро прыгает в пользу покупателя поэтому при любом нисходящем движение да вот о чем говорит этот перевес при любом нисходящем движении покупатели будет набирать соответственно позиции на покупку с учетом уже переворота на средний срок поэтому пользуйтесь теми областями теми уровнями которые я указываю при анализе непосредственно валютной пары доллар иена ну и соответственно здесь расписывайте как вы будете входить на покупку либо одним объемом либо как я иногда делаю делением 3728 вот поэтому отталкивайтесь от непосредственно своего баланса от своего риск менеджмента но опять же если брать то самые крупные объемы на покупку в районе сто восемь семьдесят пять туда мы точно сегодня я думаю не дойдем если только конечно джером паул в этом нам не поможет так товарно-сырьевой сектор доллар канадский доллар и австралиец к доллару напоминаю приоритет у нас со стороны маржинальных зон здесь нисходящий но еще вчера я сказал о том что я уверен больше в том что здесь будет укрепляться американский доллар поэтому нужно искать соответственно точки на покупку сегодняшняя точка она уже себя в принципе отыграл поэтому если входить это агрессивно стоп лоссом на 125 под 125 85 по тейку ориентируемся на перебитие максимумов и достижения восходящей целевой зоны 126 75 126 95 со стороны опционов картина по паре доллар канадский доллар выглядит по следующему так по неделям все достаточно скудно поэтому придется нам обратиться к этим неделькам здесь мы внизу самое главное теперь закрепиться выше баланса дня и пойдем выше пока у нас идет по с полное сочетание и маржинальных зон обеспечения и опционов толкаем вверх так ну и месяц нам говорит следующее практически да практически было сочетание полная и нисходящей дополнительной зоны и открытого интереса максимально открытого интереса здесь мы видим что больше покупателей все в принципе в рамках того что есть самое главное то что на перебите это у нас оптимальная точка между продавцами и покупателями перевес все-таки больше сторону покупателей поэтому достаточно хорошо будем продавливать но опять же в районе восходящей целевой зоны уже можно будет выставляться на соответственно продажу полное сочетание идет с восходящей целевой зоны и здесь смотрите у нас одни продавцы так страны объемов картина по паре доллар канадский доллар у нас выглядит по следующему очень крупные объемы внизу ничего хорошего нету но смотрите интересная такая же ситуация внутри дня идет перевес продавцов над покупателями а это как раз опять же как и по паре доллар йена говорит о том что чем выше мы зайдем тем легче будет стать на коррекцию но и подпирать нас будут крупные объемы из района 127 20 если я правильно помню это даже грубо говоря страхующий выше восходящей целевой зоны то есть имейте это ввиду если будет сильно именно фундаментальное движение австралийц по австралийцу у нас также сменился приоритет на восходящие но как и по паре доллар канадский доллар я в пользу американца сегодня тоже идеально дошли как и по фунту до точки входа так по целям если брать все-таки коррекционное движение это нисходящая промежуточная зона здесь у нас от эрка 75 75 75 85 но опять же на перебить и в принципе притормаживание будет тот у любит агрессивно здесь можно будет на коротких таймфреймах дополняться но помните о том что если мы торгуем по тренду то соответственно объем должен уменьшаться конечный на сегодняшний день я думаю 75 35 75 40 этого будет достаточно со стороны опционов картина у нас выглядит по следующему недели все внутри дня если смотреть то ну незначительно но все-таки преобладание продавцов есть поэтому давайте посмотрим чуть дальше смотрите нижняя граница в принципе идет полностью к нисходящей промежуточной зоны да то есть перебить им минимум поэтому здесь можно будет искать как раз то что искал остановку и небольшую до заливку тот кто любит риски так со стороны месяца мы возле верхней границы поэтому продавливать нас будет вниз достаточно глубоко ну и хотелось бы показать вам сильное изменение кабинеток именно в сторону падения это один из сигналов о том что здесь более вероятно нисходящее движение чем восходящие страны передвинем со стороны открытого как раз мы попали идеально попали на продавцов и по маржиналке и соответственно по опционам дальше ну так можно сказать вот прямое наверное вам видение прямой показ того как работают на срыв стопов понятно что здесь кто-то устанавливает стопы на покупку а кто-то уже стоят селл стопы и вот если посмотреть перевес 408 как раз именно продавцов которые дальше потом просто будет развивать нисходящее движение ну немного теории так по непосредственно объемом картина у нас по следующему максимальный объем в районе 77 ну в принципе психологический уровень это и так понятно если будет переходить достижение как раз непосредственно восходящей целевой зоны такое возможно игры только на фундаменталке пока по технике не вижу хорошего разворота дальше на покупку но имейте это ввиду из района 77 я бы взял 770 577 30 если будет выброс не бойтесь этого выброса на самом пике как раз именно заходить на продажу ну а так все достаточно позитивненько тем более продавцы доминирует над покупателями так переходим к товарно-сырьевому сектору нефть сорта бренд и золото но я свою очередь хочу сказать что все торговые идеи наработки вы можете реализовать с помощью увеличенных плеч самая большая стороны компания а маркет является один к тысяче это позволяет вам уменьшить залоговую сумму использовать больше инструментов в своей торговле как внутридневной так и среднесрочной и соответственно реализовать большинство торговых идей самое главное еще раз самое главное помните о правилах риск менеджмента правильно работайте с объемом правильно распределяйте свой рабочий объем по тем торговым идеям которые вы будете соответственно отрабатывать нефть со стороны нефти но тот забор та чача которая образовалась на нефтяном рынке она лично мой взгляд не дает спокойно торговать поэтому если притянуть себя сюда за уши то у нас здесь сохраняется нисходящий приоритет со стороны маржинальных зон обеспечения со стороны классики начинает отрисовываться еще треугольник то есть есть уровни которые помогают нам все-таки войти в рынок поэтому при подходе 63.35 это соответственно продажа с плосом выше достаточно большой 64.40 и здесь уже будем смотреть дальше на пробитие район нисходящей целевой зоны это 60.35 60.85 золото по золоту вчера у нас было практически реализовано но непосредственно та волатильность которая идет именно со стороны фундаментального фона и вот здесь как раз возвращаемся к министру финансов Джанет Йеллен которая представила вчера отчет по стимулирующему пакету Байдена и здесь хотелось бы отметить несколько моментов ключевые элементы плана по корпоративному налогообложению они включают в себя повышение ставки налога США до 28% с 21% при этом при этом будет введение минимальных налогов как на иностранные доходы так и на внутреннюю прибыль также хотелось бы отметить что прибыльные компании больше не смогут использовать налоговые льготы для полной ликвидации своих федеральных налоговых счетов и им придется платить не менее 15% от прибыли самое главное что этот сбор он будет применяться к корпорациям зарабатывающим не менее 2 миллиардов долларов в принципе вот этот стимулирующий пакет основанный на налогах он заставляет участников рынка уходить в такие активы как активы убежища ну и в нашем случае актив убежища это японская иена поэтому мы видим укрепление до японской иены и это конечно же золото что еще может привнести этот стимулирующий пакет этот пакет может принести негатив для фондового рынка поэтому фондовики не так сильно сейчас задвигает основные фондовые индексы как говорится покупай на слухах продавай по факту грубо говоря загоняют сейчас индексы вверх а потом это все может свалиться очень достаточно сильно но мы говорим о золоте здесь если агрессивно подходить золотому инструменту это соответственно продажа я бы здесь построил все таки усредняющую систему первая продажа там 3728 по текущим ценам и доливка из района 1755 здесь непосредственно восходящая дополнительная зона АТР Несмотря на то что здесь непосредственно по зонам у нас приоритет восходящий по целям 1.17.17.17.20 более глубокая тысяча тысяча семьсот пять тысяча тысяча семьсот тысяча семьсот пять этого будет достаточно для сегодняшнего дня а там уже будем смотреть как будет открываться американцы ну и плюс конечно же Джером Паулл со стороны объемов здесь у нас situation следующий переключаемся на более поздний так желающих продавать ну смотрите уже сдерживают нас на подходе то есть в принципе усредняющая система она может себя оправдать и плюс как раз в районе тысяча семьсот пятьдесят пять у нас идет наращивание объемов при этом заметьте что в районе тысяча семьсот шестьдесят стоят самые крупные объемы пока если брать внутри дня смотрим вниз у нас перевес продавцов продавцов поэтому ищем распределяем и соответственно грамотно подходим фондовые индексы дакс 30 с этой стороны хотел бы самое первое обратить внимание что у нас пошли сигналы на покупку но опять же меня смущает больше фундаментальный фон поэтому при падении в район 15-35 вот здесь бы я рассмотрел более спокойную консервативную покупку на текущий момент если кто-то хочет агрессивность и продажа со стоп лоссом выше непосредственно 15-255 NASDAQ что NASDAQ что S&P картина в принципе идентичная накопление у нас прошло боковичок прошел сходили до следующей восходящей промежуточной зоны как раз о том о чем я вам говорил нету сильного всплеска потому что есть боязнь вот этого стимулирующего пакета это негатив большой для фондового рынка поэтому если агрессивно то соответственно это продажа стоп лоссом выше 13 770 так если по целям цели у нас немножечко изменились первая цель 13 760 13 580 ну и более глубокая 13 390 13 425 здесь хотелось бы отметить со стороны тактики адверза следующий момент что у нас также идут сигналы на покупку но реализация таких серьезных сигналов на покупку она идет опять же через коррекционное движение так мы уже достигли серьезного уровня для коррекции это непосредственно уровень 300 лично моя статистика при работе с данной тактикой говорит о том что здесь происходит коррекционное движение поэтому агрессивно но все таки можно как говорится попробовать дальше уже переходим к низ более низким уровнем 13 530 ну и более глубокий 13 350 соответственно отсюда даже ниже чем нисходящая промежуточная зона но сами понимаем у нас фондовый рынок если падает то падает очень очень замечательно snp в принципе точно такая же картина из боковика вышли можно сказать что даже на ширину по классике вот поэтому пока не ушли это продажа стоп лоссом за максимум по целям здесь я бы себе ориентировал на 4050 4040 более глубокое падение оно будет в районе на 4015 и 3 990 но с этой стороны опять же есть сигналы на покупку покупать сейчас вы сами понимаете это неверно поэтому будем ждать коррекцию только потом более консервативно заходить если посмотреть на доу вот доу с этой стороны более приятен чем тем что он не сделал перехая вот поэтому дожидаем его падение как минимум трендовой линии это у нас 13 13200 более глубокое это 13090 но для себя отметьте ровно 33 тысячи по нулям психологический уровень с учетом того что если будет еще фундаменталка нас подтягивать в сторону падения на сегодня все всем желаю попутного тренда побольше профитных сделок удачи и до встречи